Вот такие постоянные аналогии, что Россия действительно не любит длинных войн и начинает вспоминать там японскую войну, крымскую войну, первую мировую, что вот в 17-м году посыпались. Вы видите какие-то предвестники такого же? Ну вот Курская операция показала, что, например, что у них, вот очень большие, я имею в виду, россиян, очень такая табу на освещение своих провалов. И даже вот эти ультрапатриотические военблогеры, Z-военблогеры, они стали мишенью, по сути, репрессий и предупреждения об этих репрессиях вследствие того, что начали, ну, в разнобой с Минобороны, которая там уже всех победила в первый же день, ну, наводить цифры и данные, что нет, украинские войска продвигаются, мы терпим там провалы, украинцы вышли на оперативные просторы и так далее. И вот им открыто стали угрожать, что мы будем против вас уголовные дела. Вот это как пример. Вы что-то подобное видите, что, ну, вот этот вот лимит долгой войны исчерпывается в России? Ну, смотрите, я не думаю, что лимит долгой войны исчерпывается. Людских запасов там, к сожалению, много, много физически и много психологически. Но только было и в 17-м году. Ну, скажем так, так было в 14-м году, да, а к 17-му году это уже всё, если вы имеете в виду, в первую очередь. К 17-му году это уже как бы была немножко другая картинка, правильно. Но, понимаете, вот возвращаемся к этому вопросу. Население России не волнует никого. Вот Путина вообще не волнует Курская область, Белгородская область. Путин ничего не волнует, кроме Москвы. Мы это увидели в день, когда Пригожин поднял свой не очень понятный мятеж. Москва абсолютно просто перестала существовать. Путин с «Медведем» немножко, немедленно улетели непонятно куда. Улицы отпустили. Бегали какие-то отдельно взятые танки, какие-то отряды вооружённых людей. С точки А в точку Б они перебегали, никто не понимал, чем они занимаются. Ни один человек, ни один не выступил в защиту Путина и там, условно говоря, режима Путина. То есть Россия перестала существовать в этот день, потому что был послан текст Уткинам, что они идут на Москву. Они никуда не пошли, как мы знаем. Они никуда не пришли. Москву никто не захватывал. Но этого уже было достаточно, чтобы страна перестала существовать. Вот теперь мы видим, какая реакция России, скажем так, на вхождение украинских войск в Курскую область, на пересечение границы. Там абсолютная паника. Там абсолютное непонимание, что происходит. Как это может быть, что вот эта Украина, которую по сводкам уже, как говорится, практически полностью захватили, и там уже ни сил нет, ни оружия нет, ни денег нет. А оказывается, эта Украина может перейти российскую границу и абсолютно беспрепятственно захватывать территорию. Вот теперь представьте себе, на секундочку, если начнутся удары по Москве. Что будет вот со всей этой Российской Федерацией? Какая там будет паника, какой там будет хаос, что вообще произойдёт с руководством и так далее, и так далее. То есть это всё нужно умножить будет даже не на тысячу, а на десятки тысяч. Эффект такого типа операции. Народ не имеет отношения в России к власти. Никакого. Он не влияет на происходящие события. Ни в какую сторону. Ни в хорошую, ни в плохую. Он никого не волнует. Там вот наводнения были. Пол России под воду ушло. Никого не волнует. Там лесные пожары были. Сгорели там какие-то, не знаю, десятки или сотни гектаров тайги. Никого не волнует. Волнует только Москва. Поэтому, к сожалению, курс кооперации – это недостаточный фактор для победы. Я вообще считаю, что эти моменты для победы три. Причём это победы, после того, как они будут реализованы, через две недели война заканчивается. Это освобождение Белоруссии. И мы видим по курской операции, что Украина способна, ВСУ Украины, способны проводить операции на вражеской территории. Так вот, Беларусь – это вражеская территория. Это территория, с которой началась эта война 1922 года. Это территория, которая до сих пор является плацдармом для наступления российских войск на Киев и для наступления российских войск в Восточную Европу. Поэтому Беларусь – геополитически важнейший плацдарм, который должен быть под контролем украинских войск. Это как бы первый момент. Может быть, он наоборот. Второй, я не расставляю их по важности в данном случае. Второй момент – это удары по Москве. Ну и третий момент – я бы считал блокада Крыма, хотя он скорее психологический и символический, а не необходимый для обеспечения победы Украины в этой войне. Вот, собственно, три пункта. И даже Крым можно действительно считать третьим и самым малозначительным. Потому что с потерей Белоруссии эта война для России теряет какой-либо стратегический смысл. Вот, пожалуйста, какой-либо смысл. Потому что мы уже знаем, что захватить Украину с востока и с юга за восток Россия не может. Она может медленно как бы разрушать. Ну, для тех людей, которые там живут, я извиняюсь, это не медленное разрушение, а быстрое. Но если смотреть на глобус, на большой, она может медленно продвигаться, даже не захватывая Украину, а разрушая Украину. А вот как бульдозер там идет и все разрушает на своем пути. Вот с какой-то скоростью этот бульдозер может двигаться. Но это не ведет к победе никак. Ни по срокам, ни по результатам. Потому что разрушение территории, в которую ты входишь, ну, никак нельзя назвать победой. Это что-то другое, какое-то другое слово нужно выбирать. Но к победе это не относится. Но если потеряна Беларусь, и если нет возможности начинать новое наступление в направлении на Киев, если нет возможности угрожать Восточной Европе, и Европе в целом, и Беларуси, эта война как бы проиграна. И тогда уже и Крым отпадет сам, потому что существование оккупированного Крыма будет под очень серьезным вопросом с практической точки зрения. Ну, тем более, что вопрос блокады Крыма, я думаю, легко решается. На самом деле, если есть установка блокировать Крым. Крым. Продолжение следует.